Всем привет! В этом видео посмотрим пустые баночки бытовой химии. Давайте начнем со средств для стирки. Закончилась у меня вот такая огромная бутылка геля Лоск. Вообще в Лоске как-то разочаровалась, почему купила этот, потому что было написано аромотерапия. Я думала, что будет какой-то очень приятный аромат, который будет оставаться на белье. Что оказалось по факту. Сам этот гель отстирывает очень средне, какие-то загрязненные вещи в общем-то стирать невозможно. Ну знаете, стирает на уровне средств из фикс прайс, но это мое мнение. По аромату совершенно ничего особенного. Какой-то легкий аромат оставался на мокрых вещах, но как только вещи высыхали, вообще никакого аромата не оставалось. Поэтому аромотерапию тоже не поняла. Повторять не буду и думаю, что Лоск вообще перестану покупать. Пятновыводитель Леон. Покупаю его в подружке. Очень люблю. Отлично отстирывает любые виды пятен. Даже какие-то застарелые отстирал. Здесь упаковочка маленькая, 150 грамм, но мне очень-очень надолго ее хватает. У меня еще в запасе есть. Обязательно буду дальше им пользоваться. Чистящие средства. Аж две бутылки закончились для очистки унитаза. Обе мне нравятся. Оба средства хорошие. Рабочие. Хоум стар. Вообще написано средство для ванн. Поскольку есть вот этот удобный носик, то я использую для туалета. Не содержит хлор. Неплохо очищает. В меру густое. То же самое могу сказать про санфор. Тоже средство без хлора. Действующее вещество. Щебелевая кислота. Тоже средство густое. Задерживается на стенках унитаза. Все можно отлично почистить. В общем-то всем довольна. Для профилактики хотела использовать вот такое средство для прочистки труб. Очень дешевое. Ваш выбор покупала в гипермаркете Globus. Но при покупке не посмотрела. Здесь содержится хлор. Средство жутко вонючее. Поэтому, знаете, в общем, решила просто один раз залить в унитаз, чтобы там как следует все прочистилось. То есть смыть и забыть о нем. Но, наверное, для тех, кто спокойно относится к хлору, средство оказалось бы вполне неплохое. Для мытья пола постоянно покупаю Мистер Проппер. Меня все устраивает. Мне нравится вот такой аромат с лимончиком. Он остается потом какое-то время. Знаете, так витает в воздухе. Этот немножко химозный лимон, но все равно приятный. По очищающему действию претензий никаких. Все прекрасно, в общем-то, отмывает. И не надо смывать. Жидкое мыло Хаус Фрау. Приобретаю в магазине Улыбка Радуги. Очень дешевое. Кусковое хозяйственное мыло я не очень люблю, потому что мне не нравится запах. У этого мыла очень приятный аромат. Такой аромат мог бы быть, не знаю, у геля какого-то для мытья рук, например. Использую для разных хозяйственных целей. Могу и посуду помыть, и для уборки использую, для мытья кошачьего лотка. И раковину могу быстро этим хозяйственным мылом помыть. Ну, конечно, что-то руками постирать. В общем-то, отличная вещь. Для чистки ванны раковины чаще всего использовала вот такой крем-лимон от Сорти, линейка Хоум. Действительно приятный лимонный аромат. Мне показалось, что этот крем очищает не хуже, как более дорогие сиф, например, или подобные. В общем-то, отлично все очищал, никаких нареканий нет. У меня еще и в запасе есть. Обязательно буду и дальше использовать это средство, пока вижу его в продаже. Для мытья посуды в машинке использовала вот такие таблетки Шайни Люкс. Они недорогие, покупала в Улыбке Радуги. Но все равно они обходятся подороже, чем те, которые у меня сейчас. Вортекс. 10-15 всего таблеток в упаковке. Поэтому, ну, каждая получилась, я точно не помню, рублей на 11-12. А вортекс мне получается каждые рублей по 8. Посуду отмывали хорошо. Действительно, чистая посуда и никакого такого запаха потом химозного не было. Поэтому, в принципе, я осталась очень даже довольна. Для мытья посуды руками я использовала средство от бренда Либби. Это китайская марка, насколько я понимаю. Покупала в подружке по выгодной цене. По выгодной цене с удовольствием бы и повторила. Потому что средство действительно хорошее. Густой гель с очень приятным ароматом. В общем-то, если не знаете, что это гель для мытья посуды, можно подумать, что гель для душа, например. И посуду отмывала прекрасно. В общем-то, 5 с плюсом. Как всегда, использовала антинакипь от Фрау Шмидт. В этом месяце ушла упаковка и для чайников-кофеварок, и также ушла упаковка для стиральных и посудомоечных машин, поскольку, ну, соответственно, чистила и стиральную, и посудомоечную. Не могу вам сказать, поскольку не вижу, да, визуального эффекта, как это средство работает стиральной и посудомоечной, но в чайнике и кофеварке эффект вижу, действительно, от накипи не остается следа, поэтому, ну, надеюсь, что и в стиральной и в посудомоечный эффект такой же. И последнее, что вам покажу. Каждый месяц у меня заканчивается вот такая упаковка меламиновых губок. Покупаю я в магазине Фикс Прайс, использую для уборки. У меня и в запасе несколько упаковок, и в использовании сейчас такая же губка. На месяц мне хватает, ну, примерно двух губок. Качественные, хорошие. Покупала в других магазинах, но все-таки вот из Фикс Прайс мои любимые. Все, это все баночки бытовой химии. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok